В Челябинске завершена работа первого съезда православной молодежи Уральского федерального округа. В ней приняли участие 140 человек. О целях мероприятия и о его первых итогах рассказывают наши коллеги из Челябинской епархии. На территории Уральского федерального округа расположены 14 епархий Русской православной церкви, 12 из которых прислали своих делегатов на съезд. Православных юношей и девушек приветствовал митрополит Челябинский имяский Никодим. У каждой епархии есть определенные удачные наработки по работе с молодежью. Поделиться этим опытом, выработать определенную стратегию, вместе принять участие в совместных делах, соборно так сказать, для современной молодежи очень важно. При этом мы должны понимать, если мы хотим, чтобы наша молодежь была верными гражданами нашей страны и росла на основах нравственности, патриотизма, то тогда необходимо говориться молодежи о таких вещах, как вера и благочестие. То, что является основанием любой страны, тем более нашей страны, Великой России. Маргарита Кондакова – представитель молодежного объединения 2.26 из Южно-Уральска. Дело в том, что именно в 26 стихе второй главы послания апостола Иакова содержатся ключевые для молодежного движения слова «Вера без дел мертва». Выбор названия девушка объясняет просто. Если мы просто будем верить, об этом никто же не узнает, мы будем сидеть у себя в храме, чисто молиться и своим составом, грубо говоря. А так мы выходим на город и делаем дела. На съезде молодые люди завяжут полезные знакомства и получат ценный опыт работы в команде. Но основной темой форума стала все-таки проектная деятельность. Организаторы помогут делегатам из различных городов подготовить и защитить проекты в области молодежного служения. Задача съезда – научить ребят писать проекты. Сейчас и малые проекты есть, и более крупные проекты. И какие бы дела мы не делали, и на приходах, и в благочиниях, и в епархиях, и вообще вот сами даже молодежь, которые дела начинают делать, они начинают с проекта. То есть они думают о том, для чего это нужно, куда направить развитие вот этой идеи, и как, в конце концов, достигнуть цели. К примеру, представители православной молодежи МИАСа давно вынашивают идею запустить в родном городе просветительский проект, посвященный русской иконописи. Для того, чтобы этот проект оказался в МИАСе, соответственно, нужны какие-то затраты. И здесь, конечно же, нужен проект правильный. Здесь меня этому научат, я это знаю, и для этого и приехал. Помогать участникам съезда разрабатывать проекты, а затем и оценивать плоды молодежного творчества, будет компетентная комиссия. В числе экспертов доктор исторических наук Анна Владимировна Власова, профессор Уральского социально-экономического института. По словам ученого, хороший проект должен быть актуальным, эффективным, социально значимым. У него должна быть ясная цель и выполнимые задачи. Разумеется, в дни съезда православная молодежь будет заниматься не только разработкой социальных проектов. Юноши и девушки примут участие в интересных мероприятиях. В частности, они встретятся с замечательным человеком, героем Советского Союза Инноком Киприаном Бурковым. Для детей очень многие вещи становятся открытием. И поэтому я всегда главной задачей при встречах вижу в том, чтобы не просто полезное сказать, а что полезное в том, чтобы они задумались над главными вопросами. Вот главная тема всегда – это о любви. Потому что любовь – это приносит радость, а радость – это состояние счастья. А начинаем просто с патриотизма. Что такое патриотизм? Любовь к Родине. Разбираем, что такое Родина, а потом все о любви.